И вновь мы вышли гулять в мою любимую погоду. Сколько снега кругом, вообще супер-супер-супер. Заодно проверю новую тушь от Эйвен. Ну, точнее, она не новая, но для меня новая. Как она к влаге относится. Сделала маленький заказик в Рифлейме. По первому каталогу был набор классный, за 399 рублей. С Рифлеймом я практически не знакома. Я, кстати, зарегистрирована там осенью в прошлом году. Но дело в том, что крупные заказы я не делаю, пока нет возможности. Косметику я не продаю, а для себя я не могу пока такие делать заказы. Поэтому я решила взять набор, нашла девушку, которая мне в этом помогла. И сейчас покажу вам, что же в него входило. Это вот такой вот гель для душа. Я не знаю, как это расшифровывается, название. 250 миллилитров. Аромат я уже понюхала. Вы знаете, для меня это как мужской, так и женский аромат. Мне кажется, он такой универсальный. Вот, кстати, у него такая консистенция. В принципе, нормальная. Можно сказать, как в Эйвене. Поэтому, думаю, окажется хорошим. Так, что я еще взяла? Вот такая вот тушь. Вэри Ми. Так вот, называется. Здесь 8 миллилитров. Она черная. Я ее пока не открывала. Она запакована. Поэтому, наверное, буду летом ее пробовать. Так, дальше. Шариковый дезодорант. Активель. Насколько я понимаю название. Это от... Как это? В общем, не знаю тоже, как переводится. Извините. Уж 50 миллилитров. Я его уже понюхала. Очень такой прикольный, приятный аромат. Он неприторный. В меру сладкий. В меру свеженький. Мне он понравился. Что, в общем, я его еще и попробовала. Он быстро высыхает. Но вот как он в действии, я пока не знаю. Но пока я довольна. Ой, вообще вкусняшка. А я даже не видела в каталоге, что крем этот с маслом макадамии. Посмотрите, крем для рук и ногтей. Здесь целых 100 миллилитров. Девочки, вообще потрясающий крем. Но он, конечно же, на лето. Сейчас я попробую нанести и покажу вам. Сейчас, секундочку. Он очень такой легкий. Я бы даже сказала, он стекает. Но вот вам, к сожалению, не видно будет. Он действительно прям стекает. Он масляный. Видите, вот даже. Он масляный. Очень-очень приятный. Но вот по мне, как запах макадамии, если сравнить, да, другие средства, по мне он больше пахнет кокосом. Но все равно очень приятный запах и не слишком сладкий. То есть он в меру. Понравился крем, но, скорее всего, тоже он для лета. И последнее средство, водичка парфюмированная. Это VIP-only. Я знаю полная версия в каталоге, которая стоит не очень дешево. Здесь 15 миллилитров. Я уже даже посмотрела в интернете, какие здесь нотки имеются. Вот так вот выглядит сам флакончик. Сейчас я вам зачитаю. Верхние ноты. Малина, груша, гранат. Ноты сердца. Цветок абрикоса, дурман, флер, доранж. Не знаю, что это. Ноты базы. Ваниль, ликер и пачули. Ой, вы знаете, первое, что бросилось в нос, это, конечно, запах малинки. Вот когда нюхаешь с флакона, такое ощущение, что здесь просто ванильный компотик. Но когда наносишь на себя, она так классно раскрывается. Здесь и ванилька чувствуется. И еще какие-то фрукты. Ну, я так понимаю, это груша и ваниль. В общем, тоже он сладкий. Он такой яркий, на мой взгляд. Такой взрывной немножко фруктами. И да, ванилька здесь определенно тоже есть. Да, кстати, цветок абрикоса еще. Поэтому классный аромат. Ну, вот я не знаю, как он тоже для зимы пойдет мне или нет. Я попробую. Если нет, то на весну он точно подойдет. На весну, там, на осень. Так, ну вот такой вот у меня наборчик. Я считаю, за 399 рублей это весьма выгодно. Я решила забрать книги с Азона. Они уже пришли. То есть прошло буквально 3, по-моему, да, через 3 дня они пришли. Поэтому сегодня вечером они уже будут у меня. И, пожалуй, я вам сниму отдельное видео. Покажу, что и как. Ну, я думаю, это будет интересно. Особенно для тех, кто любит читать. Вот, сейчас с Колюшкой пойдем в магазин, сходим. Захотелось сладенького. И надо к торту, к Наполеону купить продукты. Вот. И, знаете, бывает иногда такое настроение, когда вот ходишь там по квартире, по дому. И что-то вот тебе не нравится, напрягает как-то. Вот бывает такое. Это веру признак того, что нужно сделать хотя бы небольшую, маленькую перестановочку. Я немножко передвинула стол по-другому на кухне. И кровать спальни я подвинула к изголовью, к стене. Потому что она стояла далеко от стены. И как-то, ну, некомфортно. Я вот привыкла, когда голова и стена сразу. Мне так нравится. Потому что я частенько полулежа могу читать. Это моя привычка. Надо от нее избавляться. Потому что лучше, конечно, читать сидя. Но ничего с собой поделать не могу. У меня это тянется с детства. Поэтому мне очень удобно, когда у изголовья у меня стенка. Так мне проще подушку положить. Вот. И сейчас протестирую Вип-Онли из Арифейма водичку. Посмотрим, как она на улице. Может быть, она еще интереснее раскроется на холодном воздухе. Так что до встречи.